Всем привет! И это канал Туркиш Пипа. Меня зовут Андрей, я уже гид по Анталии. В сегодняшнем видео мы вам покажем самое тихое место в области Анталии. Это поселок Текерова. Кто нам не верит, вот, Текерова Махалеси. Кто приезжал сюда на отдых, они нам писали уже в комментариях под Кемером и просили нас, покажите, пожалуйста, поселок, умирает ли он зимой или нет. А я вам могу сразу сказать, тут кто-то есть! Никого нет. Как мы можем видеть, все магазины закрыты, все лавочки. Сейчас подойдем к отелю и посмотрим. Вот кто здесь отдыхает. Охрана есть, конечно. Охрана есть, но постояльцев нет. Он тоже закрыт. Сейчас мы вернемся к нам в машину и поездим, посмотрим отели. Их тут немного. Но я вот за все время, то, что мы 5 минут были, вот не видел ни одного человека. Тем более туриста. Единственное, что здесь работает, это аптеки. Но людей нет. Это не с того, что мы поздно приехали. Приехали мы нормально. Вот, еще вот мы сюда завернем. Такие красивые горки у этого отеля. Понятно, что они нужны только летом. Квин парк. Ворота открыты, но ни одного человека мы не видим. И его вообще ремонтируют. Ну, как вы догадались, мы приехали к морю. Действительно, оно не закрывается. 365 дней и 24 часа. Вон, замечательные чайки. Вон, как полетела. Рыбку хватило. Покажем вам море. Покажем вам виды. Я понимаю, что такое слово ностальгия. Кто очень скучает по тем местам, которые им нравились. И обратите внимание тем, кто еще никогда не был в Текерово. Здесь совсем другой пляж. Как вот, например, в Бильдиби очень крупный, у них очень крупная галька. Вот Кимери галька. А здесь уже, вот видите, есть даже перемешку с песком. Здесь совсем другой берег. И заходить в море гораздо приятнее. Видите, как песок. Как в Ларе. Похоже очень на Лару. Ну, в Ларе, конечно, еще поменьше. Гальки нет только. Но вот песок приятно заходить здесь. Там дальше, конечно, мы видим гальку. Вот песок. Вот песок, как красиво здесь. Да, вот. Уже песок потрогали. Туристов мы не видим. Это приехали люди. Там вот стоят у них машины. Они приехали из Анкары. У них номер на машинах 06. Райки прекрасного вида, рыбалки, какого-то вот отдыха необычного. И знаете, что мы заметили? Зимой в Анталии может светить солнце. А едем в сторону Кемера. Здесь гораздо более облачная погода. У нас обещают, что через день-два должен пойти дождь. Вот в прогнозе погоды. В Анталии светило солнце. У нас здесь уже вот так облачно. И мы уже это заметили не в первый раз. Именно зимой так происходит. Вот вода пришла. Я думаю, вы спросите, как вода. Сейчас. Ждем волну. Вот, да. Ну, вы знаете, такое вот ощущение, правда, что вода теплее, чем воздух. Ну, и если посмотреть по прогнозу погоды, и там температура воды же указывается еще, что январь-февраль 16-17 градусов вода. Но температура воздуха плюс 13. То есть вода действительно теплее? Вот, детям нравится. Им вообще нравится ездить куда-то. Это они уже скоро сами будут рассказывать, проводить экскурсии, где самые классные места. Да, песочек классный. Вот так стряхнем. Классно. Море увидели? Вот сейчас вы его послушаете, и мы поедем дальше. Классно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что могу сказать? Рядом тут такие маленькие магазинчики, туристические маркеты, а там обычные дома. И полнейшая тишина. Я такого давно не слышал. Вот послушайте, какая тишина. Птички поют. Мы подъехали еще одному отелю, называется он «Ейфория». Он очень большой. Как мы видели там, вот такая концепция вилл. То есть вы бронируете номера, как виллы. Очень большая, правда, территория. Поехали дальше. Вот мы подъехали к самому последнему отелю тут, в этой стране. Он считается самым престижным. Это «Амара Дольче Вита Лакшери». Я посмотрел сейчас, забронировать номер в этом отеле нельзя. Флаги все спущены, ворота закрыты. В общем, жизни нет. Ждем уже начало сезона. Вот знаменитый отель «Мар Тимиро». В нем часто отдыхают наши туристы. Видите, он тоже закрыт. И реконструкции он не проводит, как я вижу. Приезжает только администрация на свою работу. Ну, а мы едем дальше. Ну, и могу еще показать, что мы видим. Мы видим лимонную рощу. Тут и правда растут они. Как вы, наверное, видели во всех кафе, не жадничают. Тут дают очень много лимонов, поливают ими салаты, все что угодно. Добавляют их в пищу. Вот видите, они даже тут растут. Вот мы находимся в том же известном и всеми любимом отеле «Пайратс Бич Клаб». Как мы можем видеть, он как и стоял много лет, так его и не обновляют. Ну, пера тут, конечно, вообще выдающийся. Охранник сидит и охраняет. Ну, как сказать, охраняет. Тут людей почти нет. То есть, это только мы снимаем закрытые отели. Ну что, продолжаем. У нас остался последний отель, который я хочу снять. Это из серии Rixos отелей. И сейчас мы его вам покажем. Он тоже закрыт. Это единственный Rixos отель, который закрыт в Анталии. Погодные условия. Про ощущения. Потому что тут, видите, очень много сосен, очень много деревьев. И именно за этим сюда и приезжают. Не пахнет сыростью, как в Бильдиби. Тут прекрасный сосновый воздух. Мы подъехали к самому большому, мне кажется, самому крутому Rixos отелю. Его будут обновлять. По крайней мере, будут обновлять мебель. Крутой он считается. Почему? Потому что у него есть огромный аквапарк. Еще раз напоминаю то, что если вам понравился какой-то отель, а еще воспользоваться нашим промокодом в описании и получить скидку в 600 рублей. Ну и, конечно же, в жаркую погоду хочется хорошенько охладиться. И в этом отеле есть большой аквапарк. Посмотрите, сколько горок. Прям не пересчитать. И, кстати, могу рассказать, что в Кемере есть аквапарк. Большой, правда, очень интересный. Я хочу туда съездить со своей семьей. Там даже есть трамплины, свой пляж. Вообще, очень много горок. Он называется Долусу парк. Мы до него так еще не доехали. Я думаю, следующим летом мы в него приедем. И снимем для вас обзор. Ну вот все, уже начинает темнеть. Мы слышим Азан. Давайте покажу. Это вот детские горки. Они маленькие. Переодевалки, кабинки. Все устроено хорошо. И мне кажется, этот отель как раз-таки в сезон пользуется популярностью. Если кто-то в нем был, то напишите, пожалуйста, в комментариях. И оставляйте свои отзывы тоже об отелях. Нам будет очень интересно. Если вы хотите, чтобы мы сняли обзор на ваш отель, то пишите нам в комментариях. Мы обязательно с вами встретимся. Ну и какой вывод мы можем сделать в конце нашего видео? Что да, отели в Текерово не работают. Наверное, потому что они находятся далеко от Анталии, далеко от аэропорта. Ехать по горам тяжело, сложно. И решают, что будут они закрыты и ждать нового сезона. Какие-то отели ремонтируются, какие-то просто стоят закрыты. В Анталии же в городе жизнь не умирает, не останавливается. Ни в январе, ни в феврале месяце. По-прежнему много людей. По-прежнему есть даже туристы. Отели, и в том числе трехзвездочные, работают. В Кемере отели самые большие пятизвездочные работают. Мы еще видели в Бельдиби пятизвездочные отели, известных сетей также открыты. Ну, а здесь это далеко. Это такой вот райский природный уголок. Здесь очень тихо, очень красиво и пахнет апельсинами. Здесь, правда, вот руку протяни и можешь сорвать апельсин. Они здесь вот падают, их даже не собирают. Мы видели лимоны здесь, вандарины растут. Место очень красивое. Море здесь совсем по-другому выглядит. Здесь совсем другой пляж. То есть, Текерово очень интересно. Кто любит сторону Кемера, советую хоть раз сюда приехать. Правда, это что-то необычное. И дорога сюда тоже очень красивая. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы будем продолжать вам снимать про Анталию. Не только про город Анталию, но также и ездим и по провинции. Мы любим очень природу. Мы любим море в разных местах. Ну и, конечно, показываем в отеле. Поставьте нам лайк за нашу работу. Подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. У нас также есть Инстаграм. Вам можно задавать и туда вопросы, и написать здесь в комментариях. Я вас всех люблю. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.